Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Станция театральная». С вами Марианна Мирная и Владимир Гальченко. И сегодня мы продолжаем разговор о очень большом празднике. Замечательном. Замечательном празднике. Это 100-летие Самарского отделения «Союз театральных деятелей», который проходил у нас в двух частях и в двух городах – в Самаре и в Москве. Ну, давайте для начала посмотрим, как проходило 100-летие нашего замечательного союза в Самаре, посмотрим сюжет и вернемся к нам на «Станцию театральная». Больше чем полвека назад заслуженный теперь артист Иван Морозов совсем еще юным вступил в Союз театральных деятелей. В день 100-летнего юбилея СТД с теплом и нежностью вспоминает, как помогал достраивать здание Навилоновской. Выносил строительный мусор, красил стены, чтобы потом играть на маленькой, но очень уютной сцене. Я сыграл там несколько-несколько ролей. Шапочку надену один образ, пиджак надену другой. Вот так вот. В общем, очень идет творческая и большая работа здесь теперь. Здесь прямо организовался настоящий театр из товарищей, которые работают в разных театрах. Долгожданной персоной вечера стал народный артист и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Со сцены он вспоминал, как только возглавив Союз в 1996 году вместе с самарцами отстоял здание Самарского дома актера. Актер не может лениться. Понятно. Что мы говорим? Врач не может лениться. Учитель не должен лениться. Шахтер не должен лениться. Но у каждого посещают прекрасные идеи. Иногда работу отставить, заняться самим собой. То есть чуть-чуть почитать, выйти на природу, пообщаться с детьми. Это нормально. Встречал гостей на этом празднике жизни, как водится, хозяин. В Самаре Союзом театральных деятелей заведует заслуженный артист России Владимир Гальченко. Хотя всем и тут как дома, признается Владимир Александрович. Они дарят нам свое тепло, свою любовь. Они дарят друг другу в стенах Союза. Они дарят свое творчество и зрителям, и друг другу. Вот это самая хорошая история, когда хозяин дома каждый член Союза. Не я, и не Александр Александрович Коляги. Хозяева вот именно те, которые носят высокое звание артисты. Союз театральных деятелей появился еще при царе Николае II и считается одним из старейших в России. Поздравления в адрес Самарского отделения звучали от коллег из многих городов России. Некоторые письмами не ограничились. Приехали поздравить лично Челябинск, Тольятти, Тамбов. Тамбовской казначейшей явилась и руки в бок, и предо мной у ланов в полк, свет театрального союза. Но поскольку это такой большой праздник, объединяющий все театры Самарской области, поэтому и в Самарской части, и в Московской участвовали все театры Самарской области. Но Московская история имеет свой нюанс, что мы взяли спектакли театров области малой формы. Конечно, ни балет, ни оперу мы вывести не смогли, потому что наш визит проходил в Центральном доме актера имени Яблочкиной на Арбате. Несмотря на то, что там аж три зала, но они не так велики для таких полнометражных представлений, как опера и балет. Ну, сегодня мы позвали к нам в передачу три театра, которые съездили замечательно в Москву. Давайте представим Театр Самарской площади. Директор актрисы театра Наталья Носова. Народная артистка России Жанна Романенко. Самарский академический театр драмы имени Горького. И театр Самарт, зав. литературной частью Елены Ползиковой, объяснимся, чаще всего у нас все-таки артисты присутствуют, но Лена, оставшаяся из Магикан, весь театр Самарт в данный момент находится на гастролях в городе Саранск, поэтому за всех отдуваться придется Лене. И вообще это был такой большой десант московский, нас не так мало было, нас было очень много, и программа была разнообразная, по два спектакля в день мы работали, и даже театры, которые в этот раз не показали свои спектакли наши, театры Самарской области, они приехали на галоконцерт, который завершал вот этот фестиваль театров Самарской области в Москве, и разделились с нами этот праздник. Ну вот хотелось начать, Лен, наверное, с вашего театра, потому что помимо спектакля вы еще привозили выставку шаржей Александра Мальцева, то есть чаще всего мы все-таки возим спектакли, да, нам это привычнее. Вот, с выставкой шаржей, у нас есть фотографии, вот зритель наш может их видеть сейчас на своих экранах, расскажи, как зритель воспринимал, может быть кто-то там фотографировался рядом с этими шаржами, образами, рассказывай. Ну фотографировалось, конечно, безусловно, но сначала мы всегда вводим декорации, а тут люди с большими сумками из них картины торчат, все интересуются, думаю, что же это такое. И мы ехали, приехали и едем с этими картинами, идем по Арбату, все думают, сейчас они выставят на Арбате эти шаржи. Нет, 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 ребят, подождите, у нас другая цель, вот мы сразу с корабля на бал приехали в дом актера, вывесили шаржи. Сан Саныч очень волновался, конечно, потому что, ну очень почетно. Это выставка Александра Мальцева. Выставка нашего режиссера Александра Мальцева, первый раз презентовали ее здесь, в нашем доме актера, и вот очень почетно было, конечно, в доме актера Яблочкиной. Если бы вы видели, когда Сан Саныч Калягин увидел шарж на себя здесь, в Саваре, руки потянул, был, я это хочу, мы так по рукам дали сказать, нет, после Москвы. Большинство же все-таки шаржей было на наших местных артистов, которые, ну вот нам известны, а москвичам? Дело в том, что Сан Саныч специально для этой поездки, он нарисовал очень много шаржей на известных столичных артистов, и зритель был просто потрясен. Там хохотали, то есть стоял хохот. Но там и наши были. Там были и наши, там были, конечно, наши, потому что, естественно, вездесущий Гею Кузубов стоял рядом со своим шаржем, это было мило. Вот, и Сан Саныч рассказал такую небольшую предысторию, потому что он очень часто ездит в Москву, и когда-то он тоже гулял по Арбату, и взяли и нарисовали на него шарж, он подумал, чем я хуже-то, я же не хуже рисую. Конечно. И у него тогда уже зародилась вот эта вот идея, и когда мы смогли реализовать ее в Москве, это было вообще потрясающе. А были те, кто, вот как Сан Саныч Калягин хотели, а можно купить, а можно взять, а подарить? Все очень хотели, но мы, поскольку вроде бы было такое предложение, да, еще раз привезти в Москву эту выставку, поэтому мы решили все сохранить. И может быть, Сан Саныч еще дорисуем. Вообще это интересный момент, что вот на этой выставке были и наши артисты, и московские артисты, и на нашем Гала-концерте был такой тоже очень трогательный момент. Оля Агапова и Саша Мальцев исполняли песню с очень таким каким-то содержанием любви и тоски по нашим ушедшим, и в этот момент появлялись фотографии на экране и московских артистов, и наших артистов. Вот это слияние, да, творческой истории Самары и Москвы, она сопровождала нас вот весь этот такой фестиваль, который был в Москве. Да, это точно. И мы были очень рады, что и на выставку, и к нам на спектакль пришли очень многие. Мы поняли, что такое Самарская диаспора, вот это сила Самарской диаспоры, потому что обычно мы возим с собой декоративную, вот нашу коробочку, главный персонаж спектакля, и два чемодана. И обычно просим черный кабинет на площадке. Здесь мы знали, что не будет черного кабинета, поэтому мы позвонили в один дружительный нам Московский театр, и Анатолий Иванович Александров, директор Московского детского камерного театра «Кукол», он самарец, но сейчас в Москве, он привез нам черный половик. Наша прекрасная Ирина Альгертовна Тарасова, сейчас она директор Московского театра «Сфера», она привезла нам мультировщиков. У тебя не с плакатом, а с Самарой. Потрясающе, с Самарой мы тебя любим, и там на сцену вышли действительно артисты театра «Сфера», которые какое-то имеют отношение к Москве. Кто-то родился, кто-то учился, то есть вышла целая делегация. И мы, в общем-то, всем миром вот так вот собрали нам черный кабинет. Слушайте, ну как здорово провелся, все поможающие такая. А вот эта история Самарской диаспоры, это ведь одна история, но ты правильно сказала, что кто-то где-то учился когда-то. Была у нас еще и такая история, что наши учились в Москве. Вот Жанночка заканчивала Щепкинский институт, и Володя Борисов, которые тоже, они вместе играли спектакль «Самарского театра драмы и любовные письма». И оба Щепкинца, и было очень много Щепкинцев, расскажи, ощущение какое. Вот вы не виделись много лет? Много лет, вот очень много. То есть я, наверное, не видела лет 10-15. А Виктор Иванович, который мы с вами... Виктор Иванович Коршунов. Это было так трогательно. Я, честно говоря, хотела, чтобы он пришел, конечно, надеялась на это. Я когда увидел его на крыльце, я не поверил, что это он. У меня тоже самое было, что вот я не верила. Но вы знаете, у меня еще вот сейчас, когда я слушала вас, я подумала, как здорово было, когда мы приезжали на гастроли. И вот эти отчетные гастроли были. Мне было всего 21 год. И мы первый раз приехали. Какая сцена? МХАТ на минуточку. Потом какое-то время прошло. Театр Маяковского. Еще какое-то время прошло. БДТ. И в Риге это так здорово. Это не только вот то, что экзамен ты какой-то сдаешь. Это просто обновляет внутри тебя. И вот этот вот, как сказать, вот этот кураж, который в тебе проходит. Вот это, ну я считаю, что это обновляет как бы твою палитру. И самое главное, ты проверяешь. Вот хорошо, здесь тебя знают, там кто-то тебя любит, кто-то, так сказать, к тебе хорошо относится. Я имею в виду и зрителей. А там чужой зал, чужой зритель. Мы работаем в одном театре, я знаю тебя 150 лет. Я никогда не видел, что ты так волновалась. Что-то со мной устроило в поисках настольной лампы. Что ты вытворял это вообще за кулинар. А за три минуты... Я хочу лампу требовать. Да, да, да. Ну мне жрешки сдавали, такое было. Конечно, хотелось. А почему, скажи, потому что придут однокурсники с Коршиным во главе? Или потому что это Москва? Потому что это Москва. Все-таки это Москва. Все-таки это Москва. И потому что я не знала, кто придет, придут ли. А вот что-то Москва. И там же могут зайти кто угодно. В результате от цветов тебя не было видно, по-моему. Я на финале говорю, где-то там наша жанра. Подойдите. Прошу прощения, но чтобы не быть голословными. У нас есть видеофрагмент того, как проходил и спектакль, и фрагмент того, где Жанну Анатольевну не видно из-за цветов. Давайте немножечко посмотрим и вернемся на станцию театральную. Ах ты, ноченька, Ночка темная, Родная и лирическая ноченька. Слова этой песни и исполнение Владимира Борисова знакомы всем, кто стоит на этой сцене и многим сидящим в зале. Он пел ее и на первом курсе «Щепки», и на выпуске, и всегда поет. Долгожданная встреча однокурсников спустя почти 40 лет. Трогательные объятия, улыбки. Здесь и самый желанный гость. Мастер курса, на котором учились народные артисты России Жанна Романенко и Владимир Борисов. Виктор Иванович Коршунов. Я отлично помню, как Жанна каждый раз, когда приходила на экзамене, все время оставалась в своем коричневой платьице. Она так поверила в удачу на первом просторе, что она все время уже не снимала его. В Москве оказался благодарный зритель Жанна Романенко, пусть и хрупкую само по себе не видно за букетами. О поездке в Москву самарцы теперь вспоминают с теплом и любовью и говорят, хотим поехать еще. Жанна Анатольевна, действительно, от цветов просто три вагона, наверное, принесли. И все-таки я подумала, вот, кстати, о том, что я волновалась. Вот буквально осталось три минуты, и я там хожу, как пантера в клетке, и убеждаю, я в Самаре, я в Самаре, я в Самаре. Там просто самарский зритель, все нормально. То есть, ну, чтобы не зашкаливало, чтобы не перестараться там. И вдруг заходит какой-то парень, ну, я его уже видела, он там работает в доме актера. И он, и я так вот именно, как пантера, вроде, что такое, это мое пространство, почему сюда заходит, мне мешает сосредоточиться. Он говорит, там он шлак, это потому что добавил мне еще, чтобы у меня подскочило давление. Там он шлак, стульев не хватает, можно взять приставные вот. Я сказала, можно. И тут у меня опять, опять еще у вас вот это вот. И вот что очень приятно, сейчас Жанна правильно сказала, на все спектакли мы собирали стулья, по-моему, со всего здания, потому что очень много было желающих посмотреть. Нет, что говорить, был такой момент, а вдруг будет ползала. Ну, мы же всегда боимся, а вдруг мы не... Всегда, а вдруг там не будет это, думаю, вдруг. Я не смотрю туда, думаю, не хочу даже разочаровываться, даже если там будет сидеть три человека, а я буду играть, как будто полный зал. Ну, Наталья Носова, естественно, привезла свой спектакль, который очень такой нежный, трогательный. Я собака, а самарцы знают его, привезли в Москву. И когда я встречал твою публику, ты же там не видела, ты там готовилась к спектаклю. Во-первых, мы не можем рассадить никого. Во-вторых, пришел слепой человек с собакой Паводырёвым. Моей мать, в моей мать. Я испугался, что нельзя, нельзя. Мне долго объясняли, что с собакой привести себя хорошо. И был вот этот парень, который автор. Миша Самарский. Миша Самарский. Ну, это случайное совпадение фамилии. Случайное, абсолютно. А он москвич, нет, никто всегда не был. Он уже студент, он написал, когда был школьником. И перед началом, когда я его представлял московским зрителям, и говоришь, что сейчас будет такой спектакль, я вот так обнял его, мол, парень. Я говорю, он такой, весь дрожит. Я говорю, что ты дрожишь? Хорошо, смотри на спектакль по твоему рассказу. Мы не знаем, как посадить, куда поставить людей. Я сражался с Щукинским институтом, который там через дорогу. Я в дверь, а не в окно. В результате они все-таки попали. Ну, как студент всегда попали. Ну, когда я сижу в гримерке, так называемой гримерке, там это кабинет. Потому что я в глубокой гостиной работала. Очень переживала, что мне не достался все-таки черный кабинет. Это маленький зал, но меня убедили, что это зал. Ну, мало ли ты бы не вошла, мне твой зритель. Значит, и заходит Дымовый и говорит, «Наташ, ну, украти, там негде, там человек 20-30 сидят на полу, вот, там еще собака. И, значит, он полностью так подбодрит. Так, вопрос о том, что подбодрит». Ну, на меня почему-то, я вообще человек очень волнующийся всегда, и сомневающийся, и волнующийся. А на меня что-то такое прям вот снизошло. Я сижу, я слышу, как там ты рассаживаешь, местные администраторы, как волнуются уже, даже немножко начинают нервничать, замдиректоры центрального дома актера. Вот, а на меня снизошло какое-то спокойствие. Я думаю, играть негде мне сказали. Пасать не могут. Ну, уж будет что, полное затемнение, хотя оно для нас важно там не будет. Думаю, ну, уже будет что. Какая-то я такая очень успокоенная была по поводу собаки. Я немножко тоже сначала понервничала. Я подумала, что не привел ли Миша, потому что у него была такая идея еще на премьеру Самару привезти. Сказала, нельзя. Но позвонила еще Женя, я говорю, так спокойно, я говорю, собаку, наверное, надо убрать. Он мне сказал, это с поводырем пришел свепой. Я бы, понятно, тогда оставить. Потому что у меня как раз в спектакле есть момент. Расскажи вот эту историю, как собака отодвигала. На мне как раз есть в спектакле момент, из-за чего я потерялся Трисонов, потому что не пустили магазин с поводырем. С поводырем можно везде пускать, во всяком случае в Европе. И поэтому, если с поводырем, то, во-первых, она не помешает. Лабрадоры, они умнейшие собаки. И когда после спектакля мне Евгений Борисович сказал, что тебя ждет, вот незвячий зритель, ждет вместе с собакой, я к нему иду, и за мной идет толпа. Потому что было как-то много народа, за мной выходила толпа. Я к нему иду, и Тоша, Ньютон был на имя, лабрадора, Тоша, увидел, мы потом уже познакомились с Тошей, увидел, что идет толпа, и он начал шлейку дергать. И когда не реагирует его подопечный, то он начал задом, задом, задом его оттирать. Потому что он видит, что толпа, он сказать не может. Но он же не знает, вроде видит, что мы без агрессии. Когда мы уже подошли, сказал, вот это мы, он его там как-то успокоил. А то они же защищают. Но они не агрессивны, поэтому они не могут, они не гавкают, ничего. То есть, а просто отстраняют его, оберегают. Но, да, это было очень трогательно. Причем мне ребята сказали, что он иногда, иногда кто-то так, прям, спал, в минуточку отдыха. Но, говорит, на самых интересных моментах, когда какие-то происходят перипетии, стрессон, он, говорит, так вставал и смотрел. Он, говорит, так забавно, что он вставал, а там где надо еще внимательно, и когда там все успокаивалось, то есть проблема решалась, по сюжету, то и он, значит, успокаивался, ложился. Я спекрашивала. На спектакль театра «Самарская площадь» теперь ходят не только люди, но и собаки. Сделайте про попугая спектакль, иначе вот. Наташа, мне кажется, потому что вот в прошлом году я в Центре Высоцкого давала два спектакля, и сарафанное радио. То есть, во всяком случае, вот этот класс, который пришел, незапланированный, которому пришлось на полу сидеть. Наташа, у меня ощущение было такое, или действительно так, что спектакль твой в Москве немножко дольше шел, нежели в Самаре. Нет. Нет? Это ты к тому, что я опоздала на галоконцерт. Да, мы начинали галоконцерт, бегом, бегом, бегом. Просто я не могла уйти, во-первых, мы долго общались вот со зрителем, с незрячим, который был с Тошей, и подходили еще, подходили литераторы, несколько человек, которые тоже предлагали свои вещи. А, вот так? Нам он... От шумов. Значит, ну и общались, вот особенно как бы дети. Вообще, зрители не отпускали, а я, если честно, немножко потерялась, то, что галоконцерт начинается, вот, не смогла так вот уйти от зрителей, и общалась, так сказать, вот сколько было у людей интерес, пока меня уже не увели. Вот потому что действительно не отпускали, было еще много вопросов. Вот насчет общения тоже, и насчет количества людей, Жанна Анатольевна, вот с однокурсниками, да, еще тоже спустя много лет. Встреча, она вот так прошла, как хотелось? Вот больше даже. Вот, честно говоря, я, конечно, волновалась, но получилось просто великолепно. И даже сейчас я думаю, вот, хотела бы повторить, очень, очень. Поездка была просто чудесная. Вообще удивительная, мы много вспоминали, да, вот, о чем Жанна говорила уже, что были когда-таки большие гастроли, но и был такой выезд Самарской области, всех театров Самарской области, была такая история, это было очень давно, по-моему, в начале 90-х. не Самарской культуры, не Самарской культуры, был такой опыт, да, и вот, спустя такой большой-большой перерыв, мы выехали всей областью, и, обмениваясь впечатлениями, друг с другом говорили о том, что как хорошо, что вот мы как-то вот все вместе, мощным десантом, посетили нашу столицу, вот этот момент тоже был очень теплый для нас, и было же очень много зрителей, которые ходили на все спектакли, а им именно важно было понять, что представляют собой театральные. Если все, что два раза в день, то посмотрели один, остались на второй. Ну, это не связано ли это с тем, что в принципе Самара всегда была, ну, такой, а-ля тоже культурной столицей, да, и зрители знают, что Самара театральный город, да, и московский, ну, такой зритель, которого вряд ли чем-то удивишь, наверное, потому что уж в Москве театров поболее, чем у нас, но очень с большим, я так понимаю, удовольствием шли. К нам подходила зрительница после спектакля, говорила, что далеко не в каждом театре можно увидеть такой детский спектакль, который мы сегодня увидели. Вот это прям ее цитаты. Это Привет Рэй. Привет Рэй, потому что она была, она была очень удивлена, она, она говорила таких слов, что просто так разговаривать с детьми в Москве мало кто умеет. Ой, у нас уже порошки побежали, мы так рады. Это именно то, чего добивался нам Таля Аркадьевич. Мы зрители вообще действительно были очень открытые, теплые. То есть я, поскольку все-таки был не обычный зал, я когда даже уходила с поклона, там долго хлопали все, и пока я шла, меня там женщины какие-то там останавливали, целовали, то есть там не спросили, надо было пройти, говорили спасибо, то есть там слезы на глазах, была очень открытая, публика хорошая. Прямо как в войну, когда артисты, что такую отдушину дали. Я же на входе, и не играл ни в основном спектакле. Это срочно для гальчика, вон у спектакля поставить, чтобы везде не перестать. Я получил свое удовольствие, потому что я же встречаю зрителей на каждый спектакль, еще на улице, нервно курю, а по спектакле я подслушиваю, чего говорят. И уже где-то там быстро довольно-таки ко мне привыкли, уже поняли, кто я такой послушивающий, стоящий. И ко мне подходили люди и говорили, огромное спасибо, что у вас такое хорошее, доброе сердце в Самаре. О! То есть у нас не было такой цели подобрать спектакли, где большое доброе сердце. Оно само подобралось и почему-то люди решили, что это, в общем-то, наверное, наше лицо, наша суть. Но это неплохо совсем. Это мне очень понравилось. По-моему, это замечательно. Особенно потому, что еще есть шикарный повод нашей поездки в Москву. Это история, что сейчас на Арбате вот в эти дни была запасная столица Советского Союза. Это и в афише было написано, и на гала-концерте звучало. Это привело к тому, что нами заинтересовались еще и те, которые бы были в эвакуации в Куйбышеве. И особенно приятно, ну просто роскошная женщина, помните ее, да? Это актриса театра Моссовета, которая дочь Натали Шпиллер, тогда знаменитой оперной певицы Большого театра, как она ребенком попала в эвакуацию, да? Да, это ее мама здесь, лауреат двух сталинских премий, это сейчас ныне государственная, раньше сталинская была. И вот она сейчас актриса, но драматическая. Давайте нашего зрителя тоже познакомим немножечко. С ней у нас есть небольшой фрагмент, очень трогательное интервью, давайте посмотрим. Ну, вы понимаете, дело в том, что когда Самара и главное, люди Самары приняли всех тех, кто туда был эвакуирован, ведь это невероятно. Вот мы жили в доме напротив драматического театра, между нами был памятник Чапаеву, в этом доме вот жил Шостакович. Была война, и были очень трудные времена, и трудно жили, но очень дружно жили все. Когда ездили на концерты, то денег и не просили, и не брали, потому что чаще всего это были или военные заводы, или госпитали, или военные части. Но вот на военном заводе, на каком-то, я очень хорошо помню, мама приехала, и подарили, тогда только кто-то сделал концентраты для армии, гречневые каши. И их очень хорошо помню, такие квадратные кубики. И вот, вы знаете, вот варилась из этих кубиков, она, кстати, была, может, мне тогда казалось, была очень вкусная эта каша, но вот на эту кашу, значит, приглашены были вокруг все, и Шостаковичи, и большой наш друг, который там тоже был, такой очень крупный дипломат наш, Борис Ефимович Штейн с семьей. И, вы знаете, пили чай. Вот эта каша, как была, ну, я не знаю даже, с чем сравнить. Она подарила еще ноты 22-го года издания, ноты своей мамы, вот, и письмо, которое ее маме написал тогда молодой парень, который был в Куйбышеве в госпитале. И, в общем-то, дела были плохи по здоровью, в общем, врачи не обещали ему хорошего исхода. И вдруг Наталья Шпиллер с артистом Большого театра была, а в госпитале, как это было всегда, да, пела что-то. И вот он свое выздоровление, этот молодой парень, связал с тем, что услышал голос вот Натальи Шпиллер, то есть мамы, вот это наши замечательные гости. И вот это письмо тоже попало в наш музей, мы привезли. Ну, спасибо огромное, что пришли. И я думаю, что на этом мы, к сожалению, тему столетия нашего стоим за запятую. Самое главное, никогда не ставить точку, всегда ставить запятую. Это была станция театральная, мы увидимся с вами в следующем месяце. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин